Привет, коллеги! Это FSK On Air прямо с крупнейшей строительной выставки Mosbill 2023. Гигантский стеклопакет и часы, которыми управляют вручную. Все это мы увидим на стенде Larta Glass. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо большое, что пригласили на ваш масштабный стенд. Как проходит ваше участие в выставке? Знаете, это на самом деле очень активные события, выставка Mosbill в этом году. Все очень соскучились по живому общению. Число посетителей бьет все рекорды. Мы просто получаем отчеты каждый день от Mosbill, от организаторов. И, конечно же, достаточно много посетителей на нашем стенде. Мы выставляемся в этом году достаточно активно. Мы представляем все свои новые разработки, естественно, все свои текущие разработки. В первую очередь представляем, что мы новая, достаточно интенсивно развивающаяся компания. Центр наших инновационных разработок – это стекло большого формата, 9,5 метров. Это одна из наших гордостей, но не только. Поэтому интенсивно, активно. Очень рада, что у нас в этом году много посетителей. Расскажите, какие производственные мощности входят в Larta Glass? В Larta Glass входят три компании. Это два завода по производству листового стекла и по переработке этого стекла в плане напылений, в плане зеркальных напылений. Это завод в городе Рязани и завод в Ростовской области, город Красный Сулин. Ну и управляющая компания Larta Glass, куда выведены абсолютно все функции, которые работают на обе завода, которые там нужно централизовать. Какая команда управляет всеми этими заводами? Команда – это исторический вопрос, я с удовольствием расскажу. Знаете, я бы, наверное, начала бы с 2006 года. Конечно, у нас до этого были сотрудники в России у компании Guardian, были продажи стекла в Россию. И они были достаточно успешными, интенсивными. Компания приняла решение построить завод. Первый завод, соответственно, был построен в Рязани и начал производство в 2008 году. У нас есть сотрудники, которые работают в компании с 2006 года и раньше. Это огромный опыт во всех сферах – в производстве, в продажах, в IT, в финансах, абсолютно во всех. Мы очень гордимся тем, что каждый сотрудник у нас имеет возможность расти, развиваться не только в той роли, в которой он пришел в компанию. То есть мы подходим к каждому индивидуально. И каждый, все те таланты, которые у него есть или которые он хочет развить, в нашей компании он находит то место, которое как раз нужно для развития его талантов. Расскажите, пожалуйста, про продуктовую линейку Larta Glass. Вообще компания Larta Glass представлена в трех сегментах. Это архитектурные и фасадные решения. Это стеклоархитектурные для фасадов. Это оконные решения. И решения для индивидуального жилищного строительства. И это интерьерные. Они все представлены на нашем стенде. У нас есть также новые продукты для многих из этих сегментов. Например, линейка архитектурного стекла, это Larta Pro. То есть включает в себя достаточно обширную линейку стекла с характеристиками, с достаточно разнообразной эстетикой. То есть это энергия эффективности, солнца защиты. Также линейка Larta Home. Это стекло, которое сохраняет в доме тепло. Которое не впускает в дом ненужное тепло летом. И работает достаточно эффективно. У нас также много решений в этом сегменте. И для интерьерного сегмента это две линейки. Larta Mirror и Decolart. И мы расширяем как раз эту линейку. У нас очень достаточно много дизайнеров-архитекторов. Для того, чтобы уже делать внутренние интерьерные поверхности и решения со стеклом, которые смотрятся, конечно, очень эффектно. Ну и в первую очередь зеркала. Два новых цвета зеркал. Это серое и медное. Мы представляем здесь на нашем стенде. С удовольствием покажу. Обратите внимание, сзади нас как раз один из наших новых продуктов. Данный продукт вызывает большой интерес на выставке. Всем очень нравится. Именно с точки зрения дизайна не только помещения, а также любых торговых точек, любых примерочных. И обратите внимание, это такой теплый, такой солнечный оттенок загара. Это как раз наш новый продукт. Один из наших новых продуктов. Это зеркало в таком лофтовом стиле. Серое. Произведенное по нашей новой технологии. Также пользуется спросом. И в этом интерьере мы хотим показать уже интерьер, в котором оно угодно находиться. И оно сочетается как раз сзади нас. Это все то, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. Оно нарисовано. Это также наш продукт. Это Tecolar Black. Зеркало, крашенное в массе черным цветом. И на нем представлена в схеме наша продуктовая линейка. Флад – это обычное прозрачное стекло, которое используется абсолютно во всех решениях. Это как раз оконный сегмент, фасадный сегмент и Decolar, Deco Mirror, на котором мы чуть подробнее сегодня остановились, потому что часть наших разработок как раз в интерьерном сегменте, в усилении нашего представленности в интерьерном сегменте здесь представлены. У нас уникальная ситуация. С одной стороны, наш бренд новый, и никто его не знает. Но с другой стороны, нас все знают. Вы видите, что у нас уже три дня во время работы выставки на стенде «Аншлаг». На этом экране мы как раз-таки показываем то, что очень большое количество проектов за 15 лет реализовано с нашим стеклом в России и странах СНГ. И таким образом посетители и наши партнеры могут узнать знакомые здания из своих городов и понять, что это сделали мы непосредственно на заводах «Ларт и глаз». Максим, мы с вами идем вдоль гигантского стекла. Расскажите, что это за продукт? Да, действительно, это результат кропотливой работы сотрудников нашей компании, нашего завода в Ростовской области. Как раз-таки там произвели первое стекло с покрытием размером 9,5 метров, из которого в дальнейшем наши партнеры закалили его, стриплексовали и собрали стеклопакет. Вес этого стеклопакета полторы тонны. И все компоненты, все материалы, они российского производства. И мы как раз здесь хотели показать то, что вся цепочка от производства до поставки и монтажа сейчас локализована и можно это уже применять в России без особых сложностей. Ранее такие изделия можно было привозить только из Китая и из Европы. Но сейчас как раз-таки это самый большой пакет, который был произведен в России за все время. Елена, расскажите, какая сейчас стратегия у компании? Наталья, спасибо за вопрос. Я бы сейчас стратегию компании разделила бы на три основных блока. Мы относительно недавно стали самостоятельными. У нас произошло расставание с нашей материнской иностранной компанией. Поэтому первым блоком я бы назвала развитие тех компетенций, которые мы утратили совсем или которые просто потеряли некую свою силу, которую мы хотим нарастить. Это и research and development, это определенные моменты и в жар, и определенные моменты управления патентами, кстати, что очень такая новая, очень интересная для нас тема и многие другие. Второй блок – это рынки сбыта. Здесь также у нас изменения, повлекшие наше расставание с материнской компанией в том, что нам сейчас многие рынки сбыта как стали недоступными по геополитическим причинам, так же и с другой стороны стали наоборот доступными, потому что у нас нет более ограничений, связанных с тем, что есть заводы наших конкурентов, мы туда можем или не можем продавать, здесь мы совершенно свободны. И третий блок, также важный, это дальнейшее развитие продуктов, дальнейшее развитие нашей линейки, разработка новых в том числе продуктов. И мы надеемся, что продуктами, по которым я расскажу на данной выставке, это не ограничится, а также мы представим скоро и новые наши разработки. Поэтому здесь мы наоборот ускоряемся, это очень интересно, и нам, как молодой, растущей компанией, команде, поэтому здесь вот третий блок у нас также достаточно основной. Как изменился вектор компании после интеграции с ФСК? В принципе, вектор компании остался тот же. Мы производим, хотим предлагать самое лучшее, самое качественное стекло, мы хотим и далее развивать наши партнерские отношения с клиентами. И мы рады, что вместе с компанией ФСК мы понимаем, где найти в этом коллаборацию. В группе компаний мы нашли, мы называем это центром экспертизы, которым мы активно пользуемся, и которые помогают нам намного быстрее двигаться вперед в сравнении с тем, что если бы мы там их растили самостоятельно. Поэтому здесь у нас есть очень серьезный ускоритель в решении очень многих вопросов и широкого спектра, и финансового, и маркетингового, и казначейского, и налогового. Соответственно, вектор у нас тот же. Мы видим себя сильным игроком на рынке решений стекла, международным игроком, и делаем уже вместе с группой все, чтобы развиваться в этом направлении быстрее и эффективнее. В феврале закончилась модернизация завода в Ростовской области. Какие там теперь есть производственные мощности? Да, в феврале у нас закончилась очередная модернизация на линиях в Ростовской области. Но я расскажу еще также про модернизацию прошлого года. В прошлом году на Ростовском заводе мы успешно закончили ремонт печи. Там, я думаю, ни для кого не секрет, что печь была в таком немного аварийном состоянии, нуждалась в срочном ремонте. Команда выполнила этот ремонт достаточно успешно, самостоятельно, что немаловажно. И, соответственно, печь сейчас находится в абсолютно стабильных условиях и производит стекло стабильного качества. В феврале у нас была уже модернизация линии магнетронного напыления. Результат этой модернизации у нас представлен сейчас на выставке. И Ростов сейчас имеет... Это единственный завод в России, который сейчас может делать стекло с напылением 9,5 метров длины. То есть для того, чтобы понимать стандартную длину листа стекла 6 метров, сейчас вот мы расширились до 9,5 метров. И это на самом деле грандиозный прорыв на рынке стекла, потому что, соответственно, как вы видите на выставке, из 9,5 метров можно сделать пакет. Большой пакет, без швов, цельный. И, соответственно, теперь это означает, что вы можете разрабатывать фасадные архитектурные решения, имея совершенно другие светопрозрачные конструкции на фасаде. Ну, надеюсь, не буду сейчас там забегать вперед, но надеюсь, скоро мы также представим новые возможности Ростовского завода в течение нескольких месяцев. Мы над этим сейчас работаем. Мы с вами подошли к очередному стенду. Здесь у нас представлено многослойное ударопрочное стекло, которое собрано из двух закаленных 8-миллиметровых стекол. И оно также с покрытием. Соответственно, предлагаю вам попробовать разбить его. Спасибо, я уже готова. Итак, друзья, самый эпичный момент наших выпусков. Ничего, что, собственно, и требовалось доказать. Сегодня вот третий день выставки, и пока, как вы видите, стекло выдержало такое серьезное испытание. А сколько бит уже разбито? Порядка 12. 12 бита не выдерживают. А стекло Ларта Глаз выдерживает. Максим, я вижу, что здесь разные оттенки стекла. Расскажите, пожалуйста, почему они отличаются? Совершенно верно, Наталья. Смотрите, зеленый оттенок говорит о том, что в песке большое содержание железа. Чем больше железа, тем зеленее стекло. Соответственно, это является одним из индикаторов, насколько стекло дорогое и качественное. Соответственно, здесь слева представлено обычное стекло, которое доступно на рынке, которое можно купить. Оно считается самым таким массовым дешевым продуктом. А Ларта Глаз производит стекло марки Экстра Клир. Это вот это полупросветленное, то, что в середине, для нас это базовый продукт, на который в дальнейшем мы делаем напыление. И также на ростовском заводе мы сделали специальное просветленное стекло с минимальным содержанием железа и очень нейтральным видом торец. Такое стекло очень популярно у архитекторов и дизайнеров, потому что в нем нет вот этой зелени, которая присуща более дешевому стеклу. Елена, я думаю, нашим коллегам будет интересно узнать некоторые детали о вас, как о персоне. Расскажите, пожалуйста, как давно вы в Рязани и как давно вы управляете заводом Ларта Глаз? Я в Рязани родилась и всю свою жизнь прожила, чему иногда удивлялись мои коллеги, собственно, как можно там в Рязани условно сделать карьеру. Можно. Поэтому я живу в Рязани, родилась в Рязани, это мой родной город, знаю там практически каждый уголок его. И закончила Рязанский агротехнологический университет. Полностью, в принципе, там, если не считать какие-то командировки, я жила в Рязани, у меня не было релокации никогда. И если говорить про мой профессиональный опыт, то он также был весь в Рязани. Могу сказать, что до Guardian, там, понятно, что 12 лет последний, это опыт в Guardian, достаточно динамичный, достаточно интенсивный. Расскажите, пожалуйста, про ваш управленческий опыт. Я стала руководителем где-то в 26 лет, насколько я помню, 26-27 лет. Это было у моего предыдущего работодателя, компания мобильной телесистемы, компания тоже в Рязани. То есть в Рязани, там, на базе рязанского филиала, компания МТС стала строить тогда одна из первых единые центры операционные. Это были центры управления и центры операционных функций. Соответственно, Рязань была выбрана как одним из таких центров, и с этого, наверное, момента началось мое развитие как управленца, мое развитие в разных других проектах. И где-то с 26 лет сначала это была там небольшая группа в нашем едином центре управления, потом это была уже заместитель руководителя. То есть компанию уже я покинула, переходя тогда в Гардиан, опять же в Рязани, на Рязанском заводе, и делая следующий шаг в своей карьере, я уже из МТС уходила как заместитель директора вот этого единого центра управления на базе рязанского филиала. Соответственно, в компании Гардиан, где я вместе с Ларто, если совокупить, уже 12 лет работаю, то моя карьерная история развивалась дальше в управлении сначала финансовым блоком, и потом уже в управлении всем бизнесом в России. Далее уже незадолго уже до принятия решения о продаже у меня еще была в управлении команда в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где я отвечала за коммерческое развитие этого региона. Поэтому интересный опыт, также он международный опыт, и мне просто нравится работать с людьми. Я считаю, это самый эффективный, самый лучший ресурс в компании. Какое у вас место силы? На работе это офис, это место, где моя команда. Вот сейчас у меня здесь место силы. Вот я на самом деле уже третий день просто вот заряжаюсь этой силой, я уже понимаю, что мне хватит надолго. В свободное от работы время, мое место силы, это, наверное, мой загородный дом, где вокруг лес, красивая природа и особая атмосфера. Там я тоже получаю силу. Елена, спасибо вам большое за интервью. Мы желаем вам отличного развития, новых успехов и достижений. Спасибо, мы будем стараться. Спасибо вам большое, что дали такой шанс. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.